Если ее использовать правильно и там, где надо, она вполне рабочий инструмент, который можно пользоваться. Но если ее трактовать как метод и в глубоких стадиях человеку говорить какими-то метафорами, сказками изменений никаких не будет. Какие изменения, если человек включил в себе телевизор, в состоянии в этом сидеть, у тебя те же самые рассказы про что-то. И он у нас оценирует там, что-то себе в голове. Какие изменения у него произойдут? Никаких. Второй момент. Хорошо телевизор не подходит, так как должен быть оператор, про которого говорят. Этот оператор должен погрузиться в свое состояние и потянуть клиента туда. И поговорить о чем-то. И вот два болвана куда-то погрузились, о чем-то поговорили и ничего не сделалось. Для чего это тогда? В чем прикол? В том, что подсознание само сделает, мы в глубоких стадиях два раза в день засыпаем-просыпаемся, ничего не поменялось. То есть изначально эта подача, она неверная. Хотя на самом деле Эрикс, он работал прекрасно, но это Эрикс. И он был классическим гипнотизором, только потом болезнь не позволила ему работать в этом ключе, он сделал свой метод. И в нем он был шикарен. Вот на мнение было. Ну смотри, на Эриксоновском гипнозе сидят на самом деле большинство экстрасенсорных психотехник. Например, тот же самый Тета-Хилинг, он же в основе своей имеет Эриксонку. Ты знаешь, на Гербалате тоже много народу, и это ни о чем не говорит. То есть так проще, Наташа, проще сказать, что у меня есть какой-то дар, у меня шарахнула молния, и у меня энергетика идет оттуда-то изнутри. Я буду про это рассказывать, ловите эту энергетику. Те, кто унушаем, и те, кто будут доверять, у них будет исцеление происходить, у них будут результаты появляться. О чем это говорит? О том, что у меня молния зарядила? Нет. Они верят. Мы, когда верим, мы исцеляемся. Не нас кто-то исцеляет. Мы верим в то, что мы можем сделать, мы это делаем. А какой подход, приду, дайте таблетку, все свершилось, это подход в поликлинику. Там какие-то чудеса. Если говорить напрямую, ну вот как есть. Без приукрас. А, опять же, надо понимать, что это маркетинг. Перексоновский гипноз – это маркетинг. При том, что его, как гипноз, засунули в НЛП, ну, это уже рабочие техники. Но это не значит, что их там придумали и забыли. Нет, много наших трудов. У Выгодского, Узнадзе, Павлова, Бехтерева, Платонова. Огромные труды, которые расписывают все эти состояния. Оттуда взяты сливки, особенно бихевиоризма, и предложены как рабочие модели НЛП. Да, прекрасно она работает, когда ты понимаешь, о чем идет речь. А если идет речь быстренько пройти курс, через три дня гипнотизировать и обворожить, то чушь собачья. И при том, что в самом НЛП очень маленькая часть отведена к гипнозу. Хотя это основа, вообще основа всего НЛП, всех техник, основа гипноза. Это должна быть основная часть. А потом уже изучать какие-то техники, которые уже будут либо эффективны, либо неэффективны. Понимаешь, основа всего гипноза. Ты понимаешь, ты понимаю, я об этом говорю уже много лет. Но когда ты говоришь слово гипноз, почему мы вводили слово транс? Потому что у человека тут же сдавливает страх. Слово гипноз – это у нас какая-то бабушка, но без косы, которая должна вынять мозг, зазомбировать, еще сделать какую-то кучу приворотов от ворота и взять и такого великого человека покорить. Забрать у него мозг, и он будет как зомба ходить и исполнять желания этого гипноза. Представление у людей такое. Почему? Потому что за телевидение так подает. Если гипноз, значит, сыгранка у кого-то забрала кошелек. Или почистила там его золото. Но при этом же не говорят, что она внушала ему, что я только почищу, а потом тебе верну. И не верну. Об этом же как-то умалчивается. То есть механизм работает один и тот же. А транс, оно вроде бы как пришло с запада. Хотя транс, если мы начнем лезть уже в терминологию и эти смысловые конструкты какие-то рассматривать. Транс – это болезнь. Это состояние транса, в котором человек просто не вменяем. Определенное какое-то количество времени. Оно проще заходит, оказывается, транс. Или медитация. А что такое медитация? Тоже она же модная, она же в йоге есть. Поэтому это нормально. Ей только называют медитацией. А что такое аутотренинг? Все то же самое. И пошли РПТ, эти хилеры и всякие. Возможно, пути самомушения. Конечно же. Конечно. Именно то, что мы подразумеваем и мы в это верим. Пускай, даже заблуждаясь в вере, и вера, которая добросовестно заблуждаясь в нее, мы достигаем каких-то результатов. Потому что, когда мы не верим, а почему не верим? Потому что кто-то нам сказал, так не бывает. Мама, учительница еще. А мы попробовали дурь какую сделали, и оно получилось. Как-то бывает. Бывает и другое. И так появляются уже, появляются какие-то открытия, появляются какие-то гениальные, возможно, идеи, которые меняют все это. А если двигаться так, в том, что так может, а так не может, ничего не будет. Нам все будем в одном потоке идти. Никакого продвижения не будет. Именно дурачки, если так можно назвать их, меняли что-то кардинально. Поэтому, посмотрите, сейчас говорим о по искусственному интеллекте. Будет ли он вообще. Что такое искусственный интеллект? Это машина. Она считает. Считает и считает. Она допускает ошибку. И на выходе дает ошибку. Нужна она такая машина? Нет, мы ее выкинем. Она должна работать. А человеческий мозг дает ошибку. И в этой ошибке находится какое-то генеральное решение. Поэтому полностью мозг сделать компьютер, я думаю, это невозможно. Вот такое вот мнение.